Вот пока были холода, как раз приготовилась вот эта грядочка, которая обленивленная будет. Сейчас сделаем разметку, буду высаживать здесь томаты, высокорослые. Посмотрим, что тут получится с этой тканью. В прошлом году мне понравилось высаживать на агроткань, значит в этом году количество застеренной земли агротканью немного увеличится. Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 мая, сегодня я начала высаживать томаты, ой, вчера начала, правда, сегодня продолжаю, на самую-самую длинную грядку у меня на участке. Вот эта грядка, видите, она идет туда, уходит в бесконечность. Это очень длинная грядка. И в этом году, как я уже говорила, я застелила ее вот этим черным агроволокном, чтобы хотя бы облегчить себе немного труд и избавить себя от прополки. В прошлом году я один раз использовала, мне понравилось. Я начала дальше, вот еще одну грядку, как говорится, заленивила. Я вчера начала высаживать, но сегодня я покажу вам, как я это делаю, потому что, может быть, кому-то пригодится. Томаты, конечно, вот на эту грядку, которую я высаживаю, они немного, как бы, выглядят не очень хорошо, потому что долго сидели в неотапливаемой теплице, в период вот этих холодов. Но я думаю, что после высадки в грунт, ну, по крайней мере, обычно так бывает всегда, они придут в себя, позеленеют. И сейчас как раз вот такой благоприятный период, что дождливая погодка, пасмурно и очень удобно высаживать. Вот тут у меня немного не хватило, сейчас буду надставлять, но пока я не закрыла все вот этой тканью, я вам скажу, конечно, самое сложное это разметка. Как я делаю? Смотрите, я не делаю никаких лунок. На выходных, вот было пока холодно, я попросила, мне принесли сюда свежей земли, принесли перегноя. Я ничего не делаю, просто разделила пополам, вот видите, она идет туда вдаль, вот так дорожка. Настелила и лунки я буду делать потом уже по месту вот этих дырок, потому что очень сложно делать совпадение, сделать сначала лунки, потом застелить ткань, потом прорезать дырки. Потому что прорезать дырки это самое-самое такое хлопотное, тут нужно точно все вымерять. Здесь, вы видите, что здесь уезжали вот эти крестики два раза в сторону, вот видите, мелом размечено, было размечено здесь, на самом деле нужно было здесь все, это сантиметром я меряю. Это очень кропотливый труд, но это делается один раз и будет там у меня лежать два года в этом году и в следующем. Почва вот этой хватит, это очень плодородная, пушистая, такая вот привозная, никаких удобрений предварительно я не вношу, на первый период достаточно этого. Потом, когда начнется массовый период цветения, возможно два варианта, или делаю опрыскивание монофосфатом, или вытяжкой из суперфосфата, а бывает год, что когда некогда и не делаю ничего, на новой земле первый год они у меня просуществуют. Так, теперь, удобрили землю, расстелили ткань, все, делаю дырки. Так, как тут ширина у меня, она не туда и не сюда, я всегда здесь высаживаю строчками. Вот у меня там строчка в два ряда, и здесь строчка в два ряда. Здесь видите, что они не по два томата в одну лунку, они потом я вам расскажу, по какой схеме я высаживаю. Они будут привязаны все равно два к одному колу, но между ними большое расстояние 20 см, и между парами 40 см расстояние. И вот, построив, ну как, схему, придумав схему, по какой я буду, я начинаю делать прорези. Прорези делаю сразу на всю длину, вот на всю эту длину делаю прорези, и обойным ножом, который при строительстве используется, вот так вот делаю эти. Видите, здесь лунок еще нет. Сейчас буду делать лунки, я вам покажу, как буду делать лунки, и высадка у меня происходит через кол. Пол, видите, вот здесь вот грабли лежат, и вот тот конец граблей, он в земле. То есть я грабли втыкаю, дырку туда, и при таком способе можно заглубить томаты очень глубоко, то есть они будут немного пониже. Когда я высаживала вот здесь, между теплиц, такие же высокорослые, индотерминантные, я говорила, что я их туда заглубить сильно не могу, там холодно еще, поэтому я их укладывала лежа. Но сейчас, так как уже у нас тепло, и лежа здесь никак не высадишь на такой ткани, вы понимаете, что дырочка минимальная, я использую вот этот вот черенок колышек, и заглубить я уже могу, потому что и температура, погода уже позволяет, и земля у нас уже прогрелась полностью, я вот делаю туда большое углубление, вставляю томат, вот, но делаю углубление, насколько возможно, и он получается как не такой длинный. Сейчас буду высаживать, как делать дырки я вам тоже покажу отдельно, потому что сейчас я еще не делаю, надо их делать и сразу втыкать, чтобы они не обсыпались. Ну и все, я потом поливаю, вот в первый раз вот такие поливочные луночки у меня, и потом, если нужно, я немножко могу еще подгребсти. Сейчас буду делать, покажу вам. Вот на горе, где я такую ткань использовала второй год в этом году, я, конечно, сначала делала, разрыхляла этим совочком, потому что там уже немножко снегом прилежалось и все, но когда грунт вот такой вот рыхлый и в два раза перекопанный, то я ничего уже не разрыхливаю, я просто рукой вот так залажу в эту, ну как, в разрез, и делаю вот такие небольшие луночки. Можно было побойтись и без них, но для чего я их делаю? И, конечно, для того, чтобы первый полив сделать как можно больше. Вот здесь уже вот, ну как вчера я делала, вот эти вот делаю луночки прям такие, и так как почва рыхлая, мягкая, вода туда пройдет очень далеко. Я поливаю очень-очень сильно, один раз пройду по ряду, пролью, она впитает, потом иду второй раз поливаю. И после того, как я, ну потом покажу, после того, как томат я высаживаю, я поливаю еще раз, и получается вот такая вот. Ее можно потом со временем сделать вровень, разровнять, если будет капельный полив. Вот у меня, скорее всего, капельного полива здесь не будет, и я вот эти углубления все-таки оставляю, для того, чтобы летом идти вот по этой центральной дорожке и шлангом прям направо-налево, направо-налево полностью вот эту лутку поливаю. Раз в неделю заливаю очень-очень хорошо. И вот эти углубления, я еще раз повторю, нужны только в том случае, если поливать будете из лейки или из шланга. Если будет тут лежать лента капельного полива, то они не нужны, их можно будет потом заровнять, как подгребсти. Сейчас буду, когда высаживать дырки, делать, покажу еще раз. Воды в каждую луночку наливаю очень много, по два раза иду, чтобы потом черенком проколоть было, ну, чтобы прокололась она на хорошую глубину. Вот один раз воды налью, сейчас она уйдет, впитает все, налью еще раз. И тогда вот этот черенок, кол, или вот в данном случае грабли я втыкаю, войдет как нож в масло. Так как рассаду приходится высаживать уже довольно-таки взросленькую, видите, она уже, у нее корневая система, и сама она длинноватая, она уже там даже завязи есть, то заглублять я буду ее посильнее. Вот у меня грабли, которые я вталкиваю в землю, прям вот так. Значит, вот этот томат, кроме этой корневой системы, он получит еще вот на протяжении всего, всей этой длины, еще корешки. Видите, у него уже воздушные корни пупырышки готовы. Сейчас только я его посажу, и он будет сразу. Делается это очень просто. Втыкаю. Вот видите, вот они у меня грабли. К сожалению, мне некому помочь. Я вот так вот на них, ай, неудобно одной рукой, вот так вот на них упираюсь локтями, ну, как бы засаживаю туда. Так. Уже никакой воронки в этом случае я не делаю, как я вот показывала этот способ, когда я стакан заглубляла. Никакой воронки я уже не делаю, у меня она не нужна. Видите, получается такая ровная, очень-очень длинная туда ямка. Сейчас. Я томат просто беру туда и поехал в тоннель. Все. Ой, так, все. Видите, он как там глубоко, его даже не видно, где корень. Это я сейчас чуть-чуть присыплю пальчиком. И сверху также из шланга обильно-обильно полью. Десять дней не буду трогать, не поливать, ничего. За это время томаты должны из таких салатовых, светло-зеленых превратиться в ярко-зеленые. Вы видите, что корневая у них очень хорошая. У них хороший потенциал. Они схватятся, они будут быстро корневая распространиться, вот под этим, под окротканью. Все у них будет хорошо. Единственное, что вот у них была проблема, что они были высоковатые. Если учесть, что они и так двухметровые, почти все индетерминатные, то, конечно, если бы я их не заглубила, они у меня вот, первая кисть была бы вот так вот на расстоянии моего пояса. Вот у пупка была бы первая помидорка. И поэтому вот здесь я высаживаю их немного с унижением, чтобы понизить их, чтобы и в уходе было не так сложно не тянуться куда-то в небеса за последней кистью. И, во-первых, и на ветру он не так раскачивается. Но когда чуть-чуть приземистый томат, это проще, все знают. Ну все, вот я вам показала, как я посадила эту грядку. Вот они, они идут до самого конца. Вот это все-все-все-все-все-все. Сейчас я вот здесь закончу. Маленький у меня отрезок остался. Как раз идет такой меленький дождик. За это время они как раз приживутся. У нас на три дня передали дожди. И несмотря на то, что погода 6 градусов ночью, 6-7, и сегодня была, и завтра будет. Они к этой погоде привыкли к такой температуре, потому что они так и так стояли в холодной теплице. Они были там даже при 3 градусах, поэтому они светло-желтые. Для них сейчас наоборот, даже еще лучшее условие, чем они были неделю назад. Все. Если кому-то пригодится вот такой метод, во-первых, на ткань, потому что не полоть. Колом вот этим заглубляю, потому что они немножко переросшие. Это вот я высаживаю вытянувшуюся, переросшую рассаду, но не лежа, а стоя. Очень удобный способ. Если вот не держать в руках камеру, взял грабли, тык, 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 пошел помидоры. Раз, раз, раз разложил. Все. Вот она вся посадка. Все. До свидания. Желаю всем успехов. Осваивайте новые методы. Учитесь у других. Я тоже многое переняла с каких-то журналов, с каких-то статей. Все это придумала не я. Все это, наверное, когда-то придумано было еще до меня. Но разнообразие в огороде нам сильно помогает. Все.